Эти страшные кадры и результат ДТП серьезного с участием пешехода в Ангарске. По предварительной версии, водитель автобуса отвлекся на пассажиров в салоне и не заметил женщину, которая переходила дорогу. Сейчас пострадавшая находится в больнице, ее состояние оценивается как тяжелое. Защищать пешеходов на тротуаре от машин должно помогать дорожное ограждение. Но порой этой важной конструкции просто нет и виноваты в этом автохамы. В чем убедился сегодня Павел Желудев. Не поросло травой, но обильно покрыто снегом. Пустое место среди дорожных ограждений когда-то было занято, но вот уже несколько лет никто не замечает отсутствие положенного барьера. Об этой необычной аварии, произошедшей в Иркутске два с половиной года назад, говорил, кажется, весь город. В том ДТП обсуждали причины, травмы и ущерб, не говорили только о сломанном ограждении. Оно и не мудрено, подобным конструкциям на дорогах областного центра вообще досталась роль изгоев. Автохамы их и гнут, и ломают, но чаще всего просто сбивают. Однако есть в областном центре места, где немые участники дорожного движения страдают чаще всего. Улица Байкальская как раз такой случай. Автомобили здесь почти всегда развивают достаточно большую скорость. И кажется, не проходит и месяца, чтобы ограждения здесь не сносились. Вот и сейчас на всем протяжении магистрали можно заметить то и дело выбитые будто зубы части ограждения. Хотя целостность и ценность барьеров даже и обсуждать не имеет смысла. На участках с особой концентрацией автохамов они фактически единственный гарант безопасности пешеходов. Люди, правда, это не особо ценят. И кажется, не прочь лишний раз испытать судьбу. Отсутствие ограждения в определенных местах проблема не меньше. Сейчас на Иркутном мосту барьеры есть почти до самого спуска. Однако изменилась ситуация не так давно. Лишь после крупной аварии, которая произошла здесь 1 сентября. Тогда пассажирский автобус съехал с дороги и на большой скорости врезался в рекламный щит. Фактически именно он уберег машину от падения в пропасть. Не менее тонкий вопрос реабилитация пострадавших ограждений. Ведь по закону оплачивать изготовление нового барьера должен виновник его порчи из своего кармана. Но через суд эта процедура порой затягивается на годы. Хотя стоимость одной секции не такая и большая. Составляет всего около 5000 рублей. Для обеспечения безопасности и жизнедеятельности граждан восстанавливают до поврежденного участка в течение трех дней. После этого отдел судебной защиты администрации города Иркутска обращается уже в суд с заявлением о взыскании ущерба. Но судя по состоянию ограждений на некоторых улицах Иркутска, далеко не все автохамы считают нужным отплатить барьером за их работу. Вот только ограждения, несмотря на все унижения, вряд ли ответят тем же. Павел Жолудев, Михаил Глазин. Новости по будням.